2002 год. 2004-2005 год, вот в эти два года, активно приобретается жилье в элитных домах в Москве родственниками Кадырова, ближайшими, сестрами, зятьями, племянниками, двоюродными братьями. 2000-2005 год. Вспомните, в каких условиях мы жили, как выглядел наш город. Его тогда только начали как-то восстанавливать. Тогда, в то время, у нас был один восстановленный парк в Грозном, рядом с Грознефтегазом. Его еще у нас называли Гурпарком. Сегодня вышло еще одно расследование. Очень крутое расследование. Айс Торис, называется их ресурс, называется «Тайное гнездо Кадыровых». И если тезисно пройти по этому расследованию, то они нашли незадекларированное имущество Кадырова и его ближайших родственников. А они, являясь госслужащими, обязаны декларировать свое имущество. Это от них требует законодательство России. Значит, старшая сестра Рамзана Кадырова, Зарган Кадырова, с 2004 года владеет квартирой в Соколинном гнезде, площадью 131,7 квадратного метра. Соколинное гнездо – это два небоскреба таких. В общем, очень элитное жилье в Москве. Другая сестра главы Чечни, Зулай Кадырова, в 2005 году купила пентхаус площадью 167,7 квадратных метров в этом же Соколинном гнезде. Племянник Рамзана Кадырова, Якуб Закриев, его же называют у нас Ибрагимом, в 2009 году также приобрел квартиру площадью 122,6 квадратных метров. Двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Трупал Али Ибрагимов с 2005 года тоже приобрел недвижимость в этом ЖК площадью 124,4 квадратных метра. И в 2002 году члены семьи Ахмата Кадырова оформили квартиру в собственность. Словодельцами жилья стали сам Ахмад Кадыров и его супруга Эмани, дочери Зарган и Зулай, а также сын Рамзан Кадыров с женой Медни и дочерьми Айшат и Кариной. После того, как Ахмад Кадыров погиб в результате их теракта в 2004 году, квартира на Веерной перешла его семье по наследству. Рамзан Кадыров остался ее совладельцем до 2010 года. Здесь суть этого расследования была в том, что они обязаны были декларировать это имущество, но его не задекларировали. Кстати говоря, последний приведенный здесь брат Рамзана Кадырова, Турпал Али Ибрагимов, это тот самый префект Чилинского района, который в 2018 году во время ДТП убил целую семью. Помните, я делал несколько роликов на эту тему и его за это даже не убрали с работы. Они просто сделали примирение с родственниками погибших, а МВД просто сфабриковало эту всю тему, сказали, что сначала вообще никак не хотели это регистрировать, когда поднялся шум. Они сказали, что за рулем был не Ибрагимов, а какой-то другой человек. Потом сказали, что это другой человек его родственник. В общем, полностью отмазали этого человека и с точки зрения ответственности по российскому законодательству, и с точки зрения ответственности по шариату, по нашим Адатам. То есть здесь его отмазало МВД, там его отмазали представители кадыровского духовенства. Вот это вот тот самый его двоюродный брат. Так вот, само расследование делалось на тему незадекларированного жилья. То есть на что должны были обратить внимание россияне. Что они обязаны были декларировать его, но не задекларировали. Но для нас, для чеченцев, здесь акцент совершенно на другом. Обратите внимание на эти даты. Кадыров Ахмат в 2002 году получает огромную квартиру в Москве. Это вот к слову о том, что как человека отблагодарили за его предательство. Ради народа там все делалось. Ради спасения народа нам же сегодня рассказывают вот эти вот высокие ценности кадырова и его семьи. Здесь мы видим, каким образом этих людей покупали. В 2002 году он получает квартиру. Эту квартиру они, значит, все потом на себя оформляют. Она принадлежит им до сих пор. 2002 год. 2004-2005 год. Вот в эти два года активно приобретается жилье в элитных домах в Москве. Родственниками кадырова, ближайшими. Сестрами, зятьями, племянниками, двоюродными братьями. Это вот кадыровская каста. Почему для нас, для чеченцев, очень важны эти даты? Потому что в то время, вот с 2002 по 2005 год, это период, когда мы вот только-только начинаем как-то адаптироваться, как-то пытаться жить. Мы все это время выживаем. Я имею в виду весь наш народ. Мы и мечтать вот в это время не можем о каком-то элитном жилье где-то. Мы тогда еще в своих домах только меняем стеклопакеты. Вот у нас до этого были клеенки на окнах. И мы вот только-только-только мы меняем. Вот еще не все поменяли эти клеенки. Не все еще даже застеклили свои дома. Это такой период. Люди выживают. Пытаются как-то на базаре там что-то приторговывать просто, чтобы накормить своих детей. Люди не мечтают даже о квартире в Грозном. Даже о каком-то строительстве дома у себя в селе. Нет этого, ничего этого нет. Нет работ. Нет ничего. Наши матеря на двух-трех местах работают уборщицами. В каких-то на тот момент созданных государственных каких-то там предприятиях, органах и так далее. Просто чтобы кормить своих детей. Это вот это время. И в это самое время вот эти вот люди, которые сегодня нам рассказывают о высоких ценностях, о том, что они вот с самого начала жертвуя собой, не имея ничего тогда, никаких сторонников, ни денег, ничего, они вот пытались спасти народ. Эти люди тогда за миллионы и миллионы покупают себе недвижимость в Москве. И это то, что вот сейчас нашли журналисты из этого, из этой редакции, это всего лишь малая часть. Мы ведь понимаем, что это не все то, что они успели себе накупить. Это не все то, чем они владеют. Мы понимаем, что многое из того, чем они владеют, это оформлено ни на них, ни на их ближайших родственников, на какие-то подставные имена, на каких-то людей, как-то с ними аффилированных. И это пока еще не нашли. И даже если найдут, будет сложнее гораздо как-то к ним приписать. Это информация для нас. Я хочу, чтобы именно мы, чеченцы, нохчи, обратили на это внимание. Вдумайтесь просто вот в эти даты. Вспомните себя. Вспомните своих матерей, своих отцов. Вспомните, чем вы занимались в это время. 2000-2005 год. Вспомните, в каких условиях мы жили. Как выглядел наш город. Его тогда только начали как-то восстанавливать. Тогда, в то время, у нас был один восстановленный парк в Грозном. Рядом с Грознефтегазом. Его еще у нас называли Гурпарком. Это было единственное место. Восстановили, как парк, сделали там фонтанчик. И вся республика съезжалась, чтобы посмотреть на это место. Оно стало достопримечательностью, диковинкой какой-то для нас. Потому что все было разбито. Негде было погулять, посидеть на лавочке. Такого не было. Это время, когда с 2000 по 2005 год у нас не было даже нормальной связи, свободной. Только в 2005 году у нас свободно, в конце 2005 года начали свободно продавать сим-карты. Не было всего этого. Это просто я напоминаю вам этот период. Я упоминаю эти сим-карты, мобильную связь, чтобы вы просто окунулись в эти воспоминания. Это не то время, когда мы со смартфонами делаем селфи на фоне красивых скверов, парков, фонтанов, мечетей. Нет, это время, когда все разбито, разруха полная. Еще мы по слякоти ездим куда-то там учиться. Мы еще перепрыгивая с каких-то досок, кирпичей, ходим по базару, по рынку. Потому что во время дождя все затапливает. Это вот это время. И в это самое время, пока мы вот в таких условиях живем, эти люди покупают за миллионы себе недвижимость в Москве. За миллионы. Это было очень важное расследование, с которого россияне сделают свои выводы, а мы сделаем свои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok